Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу передачу «Читай на вечной книге». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайнер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы начинаем новую, очень важную главу, которая называется «Этро». У меня сразу будет по этому поводу вопрос такой. Не то, что как сценарист или пишущего человека, а просто мне интересно. Глава называется именем героя. До этого я вообще не помню таких глав, которые назывались именем героя. И в этой главе, собственно, мы потом ее пройдем. «Этро» только начало, а дальше вся глава «Горисина» и «О заповеди», но она называется именем «Этро». Вы можете мне сказать, почему? Это же не самое главное в этой главе «Как бы». Это так кажется. Мы не знаем, что важно, что не важно в Торе. Она раскрывает нам все в таком виде условном, что только человек, который занимается работой над собой, чтобы войти в духовный мир, он начинает понимать, что там в инструкции сказано. Поэтому существует четыре уровня понятия Торы. Простой, повествовательный, аллегорический и истинный. Так что… Иди знай. Да, тут «Этро» – это великая, большая система в духовном мире, которая связывает, в частности, свойства отдачи и свойства получения, и благодаря которой именно человек может начать работать правильно со своими эгоистическими желаниями. Потому что надо сделать тут, может быть, маленькое вступление. Свойства «Израиль» – это свойства отдачи. Это свойства, которые не привязаны к эгоизму, отвлеченные от нашего мира свойства. Поэтому говорят о евреях, что они вообще какие-то там, ну, как называется, инопланетяне там или что-то такое. Что-то в них есть такое, что, ну, в общем, выделяет их особенное. Даже вот как-то люди смотрят и подозревают что-то в них такое. И на самом деле это так. Это видно по их отношению к миру, к жизни, не по эгоистическому, которое сейчас уже наносное произошло. А вот если копнешь человека внутри, то все-таки в нем во всем видно какое-то иное отношение, иное мнение, иное свойство, иное поведение, осторожность. Не от трусости, а от этого свойства, что мир, он не вот такой вот простой, он намного сложнее. Свойство особого отношения к миру, к судьбе, к истории, ко всему, вообще, к какой-то системе внешней. Она в нашем мире эманирует во всевозможные такие обычные свойства. Но исходит она из того, что в этих людях изначально был когда-то заложен корень духовный, искра, так называемая, точка в сердце. И поэтому они дуальные. То есть не чисто эгоистические, а внутри их эгоизма находится еще и точка эта в сердце. Эта точка в сердце, она может выделяться и тащить за собой весь эгоизм, а может наоборот эгоизм тащить за собой эту точку в сердце. Если они тащат за собой эгоизм, то они олицетворяют собой вот тот Израиль, тот народ, который был со времен Вавилона и до крушения второго храма 2000 лет назад. Тогда они жили именно вот этой точкой в сердце. Она их вела вперед. И они тащат эгоизм за собой. И они исправляют эгоизм, о чем и говорится, как его исправлять в Торе. А затем наступило изгнание. Изгнание – это когда эта точка сердца находится внутри эгоизма и подчиняется эгоизму. И тогда эгоизм ее тащит. Но благодаря этой точке в сердце эгоизм выигрывает от нее. И поэтому мы видим еврея в нашем мире эгоистичные, проворные. Преуспевающие. Преуспевающие и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, в нехорошем виде. В большей эгоистическом виде, чем все остальные народы. То есть, они используют те свойства, которые им даны были для подъема, они используют для… Для углубления. Для углубления. В этот эгоизм, да. Они понимают больше, как можно использовать эгоизм для его наполнения, как бы. Но… Сколько проблем от этого? Ну, от этого не проблема. Это необходимое смешение эгоистических или труистических свойств. Так вот, и тру – это та система, которая помогает правильно настроить эгоизм в постепенную работу над собой. То есть, это система, сначала не относящаяся к Израилю. Итру. Это царь Медьяна. Медьян, да, конечно. Он там жрец, он прошел все религии, он знает всех идолов, он вообще крутой. Это такого типа, как отец Авраама, Терах. А Терах, да. А он тоже самое, занимается внутри своего эгоизма. Но когда приходит к нему Моше, Моше провел уютро 40 лет. Да, точно. Он взял его дочку в жены. Да, Цепора. Да, и водил внуков. С тех пор называются часто этим именем вообще женщины. Так же, как Батья, дочь фараона, популярное имя. То есть, он провел 40 лет и заложил там основы точки. Заложил там эти основы, конечно. Да, там он созрел. В принципе, в доме Итро, что значит, Моше это точка в сердце, спускается в эгоизм и начинает работать. То есть, это, в принципе, если бы отец Моше, Терах, его бы послужился, они бы так бы сработались. Отец Авраама, Терах. Да, извиняюсь, отец Авраама, Терах, если бы его послужился. Авраама. Да, Авраама, то тогда бы они бы так и сработались. И, конечно, может быть, мы смогли с той поры уже начать исправлять мир. То есть, Вавилон бы стал хорошим началом. Ну, это невозможно без египетского изгнания и выхода и получения Торы, потому что ты должен окунуться в этот эгоизм. Поэтому Терах был против, Авраама от него убежала из Вавилона и так далее. А сейчас вот происходит на следующей ступени, в принципе, тот же возврат, как бы. То есть, это следующий эгоистический уровень, и здесь уже происходит тот же возврат, но другой уровень. В другом виде. Моше – это уже совсем другая ступень. Погружается в Итру. Да, по сравнению с Авраамом. Он уже был в эгоизме, он уже прошел весь этот этап, он вышел уже из этого эгоизма. И теперь, когда он выходит из этого эгоизма, во-первых, те 40 лет, это было как бы взаимным их объединением, соединением через его дочь. Через цепору. Да, вот тут вот что значит цепора, сыновья родились и так далее. Это все совмещение эгоистического и эльтруистического начала в человеке. То есть, идет такая закалка Моше, чтобы он сумел вернуться обратно в этот глубокий эгоизм. Да, и сейчас, когда Итро приходит к ним, то он привозит к ним цепору и детей. То есть, все вместе они начинают работать. То есть, Итро только и может научить Моше и народ Израиля, как работать с тем эгоизмом, который сейчас начнет проявляться. Вы опережаете вопрос, который у меня действительно был, почему он его учит так. И действительно, глава начинается именно с того, что он берет Итро, свою дочь цепору, берет внуков своих и идет к Моше. Да, пришло время. Пришло время. В человеке, когда эти свойства начинают в нем подниматься и указывать ему, каким образом действовать дальше. Потому что Моше не в состоянии действовать. А с чем он работает? Где тот эгоизм? А вот взяли же из Египта все эти сосуды, так называемые, весь этот эгоизм. Он проявляется сейчас постепенно, поступенчато в народе. И поэтому Моше должен судить народ. А что значит судить? Он должен объяснять, каким образом действовать. Где свойства отдачи, где свойства получения, в каком ракурсе все время действовать, соединяясь над собой, раскрывая следующую ступень Творца в своем соединении и так далее. То есть здесь необходимо правильное взаимодействие. Где иерархия в этом эгоизме? Свойства отдачи – это свойство идет вширь. Широкая рука, широкая душа, раскрытое сердце. Широкий человек. Да, то есть вот оно по плоскости растекается, как вода. А эгоизм, он работает все время вертикально. И вот эти два параметра, они как бы не совмещаются вместе. Поэтому Итроган и говорит, ты должен построить другую систему, пирамидальную, конусную. Ты должен весь свой эгоизм разложить по полочкам. Десятки, сотни, тысячи, десяти тысячи. Ты должен вернуться к тому состоянию, когда вы входили в Египет, двенадцать братьев. Так вы и выходите оттуда, те же двенадцать колен, но как бы двенадцать ручьев, шеренг. Но в каждой из них вы должны градуировать себя по эгоистическим уровням. И таким образом должны быть для разного уровня свои законы. Начальники, подчиненные. То есть иерархия должна быть. Вы работаете сейчас не просто на любовь, на отдачу и все. Вы работаете с эгоизмом, который надо постепенно, по мере того, как он исправляется, каждый раз в соответствии с его возможностью исправлять. Мы, конечно, сейчас до этого дойдем. Я сейчас уже нервничаю, что вы рассказываете сейчас. И в принципе, я начинаю понимать, почему Уитро называется глава. В принципе, запуск всей этой машины произошел благодаря Уитро. Да. Все эти вышедшие, сейчас соорганизовать ее и запустить это. И еще вернувшись в Египет, я бы сказал так. Если бы Моше не прошел бы эту школу Уитро, не соединился бы с этим эгоизмом, и не начал бы немножко с ним работать, он бы не смог быть против фараона. У него бы не было контакта. У него с фараоном был просто конфликт и убежал. А так он уже приходит и говорит, нет, мне надо вытащить из тебя своих людей. И кроме того, еще и своих людей, он еще забирает из него огромный эгоизм. Он обескровливает, что значит Египет, то есть забирает с собой для исправления. Он бы не смог это сделать, если бы это свойство в человеке бы не соединилось предварительно с этим эгоизмом, с этой эгоистической системой, называемой Итро. А Итро забирает, когда он сейчас пришел к Моше, забирает от него его свойства отдачи, кроме того, что там получил. Он забирает от него это свойство отдачи. Итро. Забирает от него Тору. Не оставляет Моше, конечно, но перенимает от него Тору и возвращается к своим для того, чтобы обучать их. Это очень интересный момент. То есть в человеке происходит вот такая вот перетасовка, взаимное соединение этих свойств. Мы сейчас, в принципе, всю экспозицию этой главы, все, начало вы сейчас рассказали. Даже как-то даже не... Ну, мы пойдем потихонечку. Ну, будем уточнять. Будем уточнять. Это очень красиво. Я понимаю, почему Итро называется. Это действительно очень серьезно. Ну, и правильно, что Итро называется. А даже не 10 заповедей. Это даже круче, оказывается. Это все начало. Это система исправления. Заповеди – это сила, это раскрытие задачи. А Итро – это реализация. Я заглянул в большой комментарий. Там написано, интересно просто, когда Итро приблизился к лагерю сынов Израиля, вот он идет, Итро, с дочерью Цепорой, с двумя внуками своими. Когда Итро приблизился к лагерю сынов Израиля, он написал в письме, адресованном Моше. «Твой тесть Итро пришел. Пожалуйста, выйди и встреть меня. Если ты не хочешь выйти ради меня, то выйди ради твоей жены Цепоры. А если не ради нее, то ради двух ее сыновей». Итро привязал письмо к Стреле и послал ее в облако славы. Хотя обычно облако отбрасывало все, это послание оно пропустило ради Моше. Ну, хотя бы пару слов по этому поводу. Во-первых, я даже не знаю, как говорить. Внутри человека или немножко снаружи, чтобы было больше понятно. И так, и так. Мы как бы идем на двух ногах. Потому что все это происходит внутри нас. Дело в том, что нет связи сегодня, в этом сегодняшнем состоянии, в котором мы говорим, в настоящем состоянии, между Итроем Моше. Оторвался Моше. Оторвался Моше, конечно. И поэтому Итро и говорит, тут может быть будет связь, если не со мной, так с ней, если не с ней, так с сыновьями. И так далее. То есть он ищет связь. Он ищет связь. Запускает его в облако. Это значит, что Моше находится на следующей ступени. Достичь его невозможно. Он не может подойти к нему. Когда в духовном говорят, что не может подойти, посылают кого-то, какое-то известие, или какого-то гонца, или какого-то посредника. Имеется в виду, что эти два свойства, они несовместимы между собой. Не понимают друг друга. Я вот не понимаю внутри меня. Они меня разрывают на части. Я не знаю, каким образом можно работать с ними. Свойства получения, эгоизма, Итро. И его жена, все-таки Моше, там находятся. И его дети все-таки находятся там. Мы потом, может быть, поговорим как-нибудь о его жене и его детях, хотя больше практически ничего о них не говорится. О Юсефе, допустим, говорится, да, и фрайами наши. Хотя родились они тоже вот египтянки. Здесь упоминалось о гершуне, да? Это гер, как бы родившийся там, это один из сыновей его. Да, да, оснат, да. Но дело в том, что эти два свойства несовместимы. И поэтому надо здесь делать какой-то буфер между ними, переходник, что-то соединяющее между ними. И к чему единственное он может соприкоснуться, это поднять свои желания, свое послание. Итро. Итро. К тому облаку славы или к тому непостижимому, в чем находится относительно его ступени и свойства Моше. После получения Торы, после уже стольких ступеней, которые они прошли, вот этот вот разрыв, который сейчас существует, он необходим. Это разрыв между ступенями. Между Моше и Итро. Потому что благодаря этому разрыву они сейчас и начинают вместе создавать связь. Как вот эти эгоистические свойства, которые будут проявляться в народе Израиля, который вышел из Египта с этими эгоистическими свойствами, он их еще не исправлял. Он просто сделал на них сокращение, не использует их. А сейчас, когда они начнут постепенно исправляться, то вот Итро – это как бы проявление тех эгоистических свойств, но в таком виде, что в них находится эта точка, которая хочет подняться до ступени Моше. Она находится в Итро, потому что 40 лет. То есть от Малхот до Бины Моше провел у него… И закладывал эту точку. И закладывал эту точку. Да. И вот это и есть та стрела, которую он посылает к Моше. И Моше, естественно, не то что человек не может отказаться, он видит, насколько сейчас ему это необходимо. И поэтому он идет к нему навстречу. Очень красиво. Вообще все имеет такую глубину. Я говорю, я внутрь… Большой комментарий – это труд, который создавался там 3,5 тысячи лет назад. Какие дополнения красочные, яркие, какие дополнения. Здесь как бы это пропущено. Здесь как бы шоу-шоу, выходит за одним словом, вдруг одно слово, большой комментарий превращает в такую красочную, очень красочную картину. И дальше, значит, рассказывается, что Моше вышел его навстречу. И он, значит, рассказывает Итро все, что произошло с ним. Он рассказывает, как он вышел, что такое Ман. Вот тут даже написано… То есть эти два свойства… Он заводит Итро, Итро начинает чувствовать это все. Да, да, да. Он благословляет Творца за то, что он сделал с Израилем и так далее. К чему это? Что эти два свойства начинают видеть, как они коррелируют друг с другом. Взаимно включаются друг в друг. То есть Моше должен проделать сначала всю эту работу на свойстве бины, на уровне бины, и потом может то же самое делать уже со своими низшими свойствами, с народом, что называется. То есть человек всегда делает духовную работу на самом своем тонком уровне, а потом уже подключает к нему более грубые желания. То есть вы, как вы говорите, тут происходит обратный процесс. Тогда Моше входил в Итро, а сейчас Итро начинает перенимать от Моше все, что Моше прошел. Да. После него уже весь этот… Да. И Моше тут рассказывается в большом комментарии, он рассказывает о том, что такое Ман, он расскажет ему, что такое колодец Мирьям. Он передает Итро Тору практически со всеми теми ступенями, которые они прошли, в той мере, в которой она может войти в эгоизм, и быть в нем, и начинать в нем уже работать. После того, как Итро получает это, он в свою очередь рассказывает Моше, каким образом надо работать с эгоизмом. В общем, есть две ступени – Малхут и Бина. Расстояние между ними – это и есть 40 ступеней или 40 лет. И есть Малхут, который поднимается до уровня Бины и включается в нее. Это Моше. Это Итро. А, Итро. Который приходит к Моше. А есть Моше, который включается в Итро и работает в нем. Это Бина, спустившаяся в Малхут. Да. Так вот, сначала Моше теперь передает Итро Тору в том виде, в котором надо передать, то есть уже иносказательно. Итро получает это чисто как бы, включая уже в себе отчасти те ступени, которые прошли Моше и народ, и все остальные свойства, которые исправлены были в человеке. А затем Итро передает Моше, то есть Малхут, которая поднимается в Бину, создает в Бине систему, как можно работать с эгоизмом. То есть высшая ступень, Бина, она должна включить в себя эгоизм, чтобы понимать, как работать с ним, чтобы образовывать систему постепенной работы исправления эгоизма в эгоизме. Поэтому они должны бы не просто существовать тут Итро, а тут Моше, а должны... Передекать. Да, должны бы включаться друг в друга. Все время. После того, нет, не все время, вот это встреча. Вот это встреча. Да. После того, как Моше передает Итро Тору в том виде, в котором нужна Итро, для того, чтобы затем идти к своим, возвращаться к своим, и исправлять эти более низшие желания. Итро – это переходная ступень к низшим желаниям, которые являются его народом. Моше получает от Итро системы работы с эгоизмом, разбить на десятки, сотни тысяч, каким образом работать с ними и все такое. То есть, как работать с толщиной желания, с авиютом. То, чего в Бене нет. В Бене нет, она вся прозрачная. И когда авиют к ней подходит, вот тут и нужна система градации иерархии. Вот эта система и выстраивается. Хотя, в принципе, для Израиля она нетипична. Израиль – это только свойство Бены, свойство отдачи. Но вышли-то они из Египта, утянули в себе, впитали в себя, абсорбировали в себе… – Весь эгоизм. – Весь эгоизм. Сейчас они начинают его градуировать и понимать, каким образом работать. Постепенно, поступенчато. То есть, вот эта система, она может быть ими принята именно благодаря Итро. Вот это самое главное. Я не ожидал, что до такого… Вот так мы, честно, не ожидал, что так мы сейчас раскроем это дело. Это очень, очень важный момент. – Да. В большом комментарии сказано по поводу того, что он взял как бы Тору. Здесь сказано вот что. Когда Итро услышал подробное описание великих чудес, совершенных творцом ради народа Израиля, он взял в руки острый нож и сделал себе обрезание. И провозгласил творца единственным повелителем. Однако, написано в глубине души, Итро жалел египтян, утонувшись в Ямсуф. В конечном море. – Вот переходное состояние, это необходимо для дальнейшего исправления. – Вот это вот как бы… – То есть есть… – Обрезание – это как бы связь. – Да, и есть вторая половина. Человек всегда состоит из двух частей. – В то же время, как точно указывается, в то же время он отличается от Израиля тем, что в нем существует еще вот эта вот точка. – И сегодня тоже это чувствуется иногда, когда разговариваешь с человеком. Полностью с тобой, он к творцу и все. И с обратной стороны у него… – Сомнения. – Привязка и сомнения. – Подвязан к эгоизму. – Да. И так до самого конца исправления. Мы должны с этим считаться. И принимать внимание, когда мы имеем дело с любыми людьми. Ну, пожалуй, все. – По-моему, великолепно. Мы начали эту главу, мы ее еще продолжим, тут много всего интересного. – Это, по-моему, самая большая глава. – Нет, не самая большая. – Нет, она не самая большая, но она очень… – Оказывается, она такая объемная. – А в Зоре, извиняюсь. – Я хотел проскочить Итро. – В Зоре она огромная. – Да? – Да. Огромная глава. – Я, честно говоря, я думал, так сейчас Итро мы проскочим и подойдем к заповедям, наконец. И тут на Итро вся основная работа, что творится просто, какой механизм запущен. Просто потрясающе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, видите, какие у нас тут эмоции и чувства происходят. Будьте с нами и дальше. Будет очень интересный рассказ дальше о заповедях об Итро, об этих десятках, сотнях, тысячах, на которые Итро предложил разделить народ. Так что будьте с нами. До свидания. Будем говорить об эгоизме, о нашем исправлении. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин